Друзья, привет! Совсем скоро на сайте Алиэкспресс стартует большая распродажа. И в связи с этим я сделал для вас небольшую подборку инструмента. Обычно в этот день все товары разбирают как горячие пирожки. И чтобы не упустить понравившийся товар, его уже можно сейчас положить в корзину, а оплатить в день больших скидок. Приятного вам просмотра! Начнем мы с фонаря, который я показывал в очередной части про ленточную пилу, из-за которой было очень много вопросов. Это мягкий фонарь с гнущейся матрицей КОП. Выполнен по большей части из резины с покрытием софт-тач. Также фонарь имеет точечную подсветку, которая светит не хуже КОП-матрицы. Мощность фонаря на максимальном свечении 350 люмин. При этом вес его составляет всего 125 грамм. Фонарь имеет встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА, что позволяет ему работать от 3 до 8 часов в зависимости от режима работы. А заряжается это чудо через порт зарядки Type-C, который в свою очередь защищен от воздействия влаги. Кстати, шнур зарядки идет в комплекте. Пробежимся по режимам. Первая клавиша – это выбор свечения и фонаря. Однократное нажатие включит матрицу на полной мощности. Второй кнопкой в этом режиме можно активировать дистанционный датчик. И не нужно больше искать нужную клавишу. Достаточно просто провести рукой вдоль блока управления. Такой же режим работы настраивается и на точечный свет. Ну и вот тесты в полной темноте. Я считаю – очень хорошо. Напоминаю, что ссылки на все товары, представленные в этом видео, вы найдете в описании или в самом первом комментарии. А мы продолжаем. Быстрозажимная гайка FixTech для углошлифовальных машин. С ней вы забудете, как тяжело снимать отрезной диск после закусывания в пропиле. Гайка идет в комплекте с шайбой и это очень хорошо, так как она тоже имеет свойство изнашиваться. Подобный товар я заказываю уже не первый раз и качеством товара полностью доволен. Рекомендую к покупке. Заклепочник для шуруповерта. В комплекте идет ключ со сменными насадками под разные заклепки. Сам заклепочник, запасные губки и ручка. Инструмент достаточно установить в патрон шуруповерта и он уже готов к работе. Кстати, он имеет защиту от дурака и просто так свернуть ему шею, крутя в одну сторону, не получится. Для тестов будем использовать все заклепки, которые у меня есть в арсенале. Заклепку достаточно установить в инструмент и включить правое вращение шуруповерта. Ну а затем на реверсе подать отломанную ножку наружу для извлечения. Инструмент очень удобен в работе, а самое главное это скорость установки. Минута и 4 заклепки установлены. Фрезерный столик. В комплекте с ним идут вкладыши с разным диаметром под разные фрезы. Набор крепежа и сама пластина. Признаться честно, при заказе я думал, что она будет немного побольше. Ее размеры же составили 120 на 240 миллиметров. Выполнена она из алюминиевого сплава. Плоскость хоть и фрезерована, но на ней есть неровности примерно полмиллиметра. На пластины отгравированы линейки с метрической шкалой, а также дюймовой. Ее я заказывал для своего кромочного фрезера, но отверстия креплений не совпадают. Скорее всего придется дорабатывать или же крепить инструмент только на два винта, чего мне очень не хочется. Старожилы канала наверняка помнят это приспособление, которое я делал в одном из видео. Это шлифовальный барабан для шлифовки криволинейных поверхностей. В Китае же я нашел решение из четырех барабанов с наждачкой разной зернистости. Абразив крепится при помощи гайки, которая сдавливает резину на барабане. Гайка имеет левую резьбу, а значит она не открутится при работе. Установим самый крупный абразив. Делается это буквально за одну минуту. Кстати способ крепления наждачки схож с наждачками для бормашины. Там все то же самое, только в меньшем масштабе. Далее устанавливаем в патрон шуруповерта и поехали. Работает как по мне отлично. Из этого комплекта при помощи сверлильного станка можно сделать полноценный шлифовальный станок. Нужно только изготовить упорный столик. Сверла с метчиками для шуруповертов типа импакт. Открываю их впервые, так как они пришли за день до съемки этого видео. Покупал их на пробу для себя. Подкупила заточка сверла с затыловкой. Многие в отзывах этот товар хвалят. Ну а я сейчас вижу, что заточка могла быть и получше. Но пока не проверим, не поймем. Для тестов возьмем кусочек конструкционной стали 10 мм. Импакта у меня до сих пор, к сожалению, нет и зажимать будем в обычный шуруповерт. Хоть испытания будут и не совсем справедливые, из-за разного алгоритма работы этих двух инструментов, но общую картину увидим. Кстати, кернер тоже из Китая, ссылочку положу в описании. Смазываем место сверления. Метчики сделаны из быстрорежущей стали и она не любит большие обороты. Так что если не хотите сразу спалить заточку, работайте правильно. Ну а по заточке, как и следовало ожидать, ее практически нет. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Меня это не устраивает, поэтому подправим ее на заточном станке. Его я покажу в кадре попозже. Ну вот, теперь совсем другое дело. Отверстие сделали, дальше маслица и нарезка резьбы. Тут, как я считаю, вообще без проблем. В общем, если подправить заточку, работать им можно. В комплекте также есть метчики под резьбу 8, 6, 5, 4 и 3 миллиметра. Ну а это тот самый станок для заточки сверл. Имеет оправку для установки сверл и набор цанг для точного позиционирования. Ну и заточной камень у него с алмазным напылением. Как им пользоваться, я показывал вот в этом видео. Если интересно, переходите по ссылке в углу экрана. Металлическая линейка на самоклеящейся основе. Такая штука в основном монтируется на столы режущих станков для точного позиционирования параллельного упора. Я заказывал на стол своей самодельной ленточной пилы. Взял 2 метра с нулем в центре. Таким образом, разрезав ее пополам, получу две линейки. С правым направлением и слевым. Кстати, разметка на ней очень точная. Можете сами в этом убедиться. В общем, рекомендую. Пара товаров для шуруповерта. Первое это USB зарядное устройство с двумя портами. Надевается на аккумуляторную батарею, в моем случае фирмы DeWalt, и можно заряжать абсолютно любые гаджеты. На этой версии имеется только уровень заряда аккумулятора, который, кстати, правильно показывает. Но есть еще и с ярким фонарем. Я же использую это устройство в мастерской для зарядки видеоаппаратуры и смартфона. В описании оставлю ссылки на зарядные для аккумуляторов и других фирм. Очень часто бывает, что у шуруповерта от времени портится аккумулятор. И многие, впрочем, как и я, просто покупают новый шуруповерт в сборе. Этот переходник поможет оживить старый инструмент, используя батарею от нового. Это опять же образец для DeWalt, но также мне попадались в Makita, AEG и прочее. Эту площадку просто нужно подключить и закрепить на корпусе старого инструмента. И можно пользоваться. А я напоминаю, что все ссылки уже ждут вас в описании и первом комментарии под этим видео. Я с вами ненадолго прощаюсь. Удачных вам покупок! Субтитры сделал DimaTorzok